Сборка теплицы, конечно, начинается с распаковывания. Так как все детали очень-очень тщательно обмотаны, упакованы, сначала их нужно освободить вот от этих воздушно-пузырьковых пленок. Вот они, голенькие. Потом, самое первое, это соединение вот этих вот... Вот они, видите, вот здесь вот, как... Это две части одной и той же конструкции. Вот один правый бок и левый бок. Их все нужно соединить вот этими штучками. Что это? Это шайбочка и болтик, наверное, да. Собирает, конечно, муж. Я даже название этих железов не знаю, по железу я не спец. Это его епархия. Я сюда не лезу. Надеюсь на то, что он соберет все нормально. Пока что вот распаковали, собрали вот эти. И промазывают они там фундамент деревянный, на котором она будет стоять. Потом эти готовые части, они перенесли вот сюда, на место, где она будет установлена. Вот так они выглядят в собранном виде. Следующим этапом было, они вот эти торцы закрыли поликарбонатом. Вот один торец, вот второй торец. И стали их... Ой, сейчас я это двинусь назад, как бы не упасть. И стали их устанавливать. Вот эти вот... Как их называют-то? Ну, короче, все эти боковые стойки. И вот сейчас они до конца, до сюда дойдут. Все это установят. Тогда уже будут накрывать бока поликарбонатом и крышу. Накрывать крышу самое сложное. И там же еще эти... Коньковый блок, форточек для проветривания. Во-первых, высота такая, неудобно поднимать. Но все это придется делать как-то. Пока что вот в таком виде. Это второй день сборки. Следующий этап. Это вот эти торцы, обшитые поликарбонатом. Они прикрепили. Прикрепили торцы. Потом навесили двери. Так. Ой, сейчас. Вот тут уже лежат вот эти крючки. Это для стеновых форточек. И форточки стеновые уже вот приготовлены, чтобы прикрепить, навешать. В принципе, дом уже, каркас весь сделан. Остается только его теперь закрыть поликарбонатом со всех сторон. Здесь все прикручено. Тут вот эти уголки для усиления. Тут вот эти тоже вварены. Все это для усиления, чтобы не обрушалась она. И, конечно, вот эти... Если вот эти прогончики, они тонкие, то вот этот вот труба, он, наверное, 4х4, он квадратный, очень толстая. Ой, извините, руки как всегда лезли. Я его даже не могу вот так рукой обхватить. Видите, какая сильно... Тут, короче, везде разные. Те, которые вот несущие, вот такие сильно толстые. Те, которые вот эти, уже 4х2, наверное. Ну, короче, они как... Уже не квадратные, а прямоугольные штучки. Видите? Так вот немножко потоньше, а так они широкие. Ну, все, пока... Пока все еще в процессе. Это хочется, конечно, поскорее, но тут спешка не очень уместна. Я забыла еще добавить. Спрашивали про поликарбонат. Поликарбонат Novatro был в комплекте и нарезан уже в размер. Что очень удобно. Остается только положить и прикрепить. Потом понемногу обшиваются бока поликарбонатом. Ну, и в самом конце уже муж занимался тем, что прорезал вот эти вот форточки стеновые. Потом... Сейчас, введу отсюда. Все эти, как бы сказать, вот облицовочные уголки прорезал форточки в дверях. Вот сегодня у меня пасмурная погода. У меня половина двери закрыта, верхняя часть открыта. Как видите, там лестница еще не до конца сделана. Но я уже там работаю, высаживаю. Для меня она уже сделана, можно сказать. Видите, я уже туда заселилась. Тут кто-то достраивает, кто-то уже высаживает. Короче, мы эту теплицу самостоятельно собирали ровно 8 дней. Я посмотрела видео профессиональных сборщиков. Они собирают за 5 часов, ну или за один день. У мужа с сыном ушло на это 8 дней. Ну, потому что это непривычное для них занятие. В основном вот эти сложные форточки там вырезать. Там нужно такое, как сказать, кропотливая работа. Нужна точность. Ну, в общем, теплица готова. Там уже растения живут. И теперь я уже могу точно сказать, что собрать можно самим. Без профессиональных сборщиков. Не имея на это никакого образования. Ни разу не встречаясь вот с такой конструкции. Достаточно инструкции. И немного он смотрел вот эти видеоролики. Но, в честности, ради скажу, что коньковые форточки еще не сделаны. Он долго думал. Вот сегодня только сказал, что теперь я понял, как делать. Но мне это уже не важно. Мне главное, что томатный дворец готов. Первые новоселы там живут. Все, забрали сами. Вообще, уральская легенда, конечно, вот эта легенда номер один у меня именно, она отличается от других массой вот этих вот, ну, всяких. Вот этих много форточек, там много дырочек вырезать. Это усложняет. А сам процесс основной, ну, вот покрыть крышу, например, покрыть стены, это они сделали очень быстро. Вот сегодня у нас холодно, и видно, что она там вся внутри запотела. Я даже открыла на проветривание. Она очень плотная, вот из-за того, что вот эти уголки-то облицовочные, они все щели прикрывают. И там вчера, когда было холодно, а мы там работали, я там вся вспотела, потому что там, как в бане, она, можно сказать, что непроницаемая. Но с другой стороны, в ней много дыр, которые мы можем открыть. Раз, два, три, четыре. Со всех четырех сторон света дырки. И еще пятая. Ну, как это? Чтобы вылететь еще туда на метле, тоже есть. Все, до свидания.